приветствую всех с вами снова мимоза фахрудинова это цикл лекций который называется русский язык с мимозой напомню вам что мы говорим об актуальных проблемах или точнее процессах современном русском языке давайте не будем использовать слово проблемы это же не проблема это процесс в первом видео мы говорили о языковых средствах привлечения внимания в рекламном тексте это видео называлось купить планетарный миксер во втором видео мы говорили о психологической лексики которые необычайно популярны в современном русском языке и это лекция моя называлась кто такие абьюзеры что значит газ латить для третьего своего видео я выбрала тоже как мне кажется очень оригинальное название вам чизик писиком или посласьить как вы думаете о чем мы будем говорить мы будем говорить наверное самой яркой черте современного русского языка это заимствование в русском языке новейшего периода что за фраза такая вам чизик писиком или посласьте возможно вы ее и слышали до этого записанная кем-то сто лет назад за русскими мигрантами в америке эта фраза стала растиражированным символом обнищание языка который якобы неизбежно в отрыве от родной почвы между тем если эта фраза что-то и символизирует то прямо противоположная великую силу языка который светит на любой почве просто нужно понимать на что обращать внимание хочу вам сказать что вот подобные фразы да то есть мы же можем здесь восстановить английской чиз слова сыр чизик это сырочек до образованно с помощью уменьшительно выскательного суффикса ик или слова писик образован над слову тупис не тупис опис точнее для кусок и послась эти от английского слайс резать и вот тем самым мы берем получается заимствованные корни они обрастают русскими морфемами получается вот такая фраза которая уже образована русскими ресурсами на самом деле это явление не новое в языке и все коллеги меня поймут потому что есть знаменитая фраза глокая куздра штека будла нула бокра и курдячит бакренка расскажу его историю это знаменитая фраза профессора щерба порядка ста лет назад он проводил лекцию на первом курсе московского государственного университета на филологическом факультете и вот эта история осталась книги слова слова другого лингвиста льва успенского он писал о том что профессор заходит в золотом пенсоне в костюме и соответственно говорит коллеги начинаем первой лекции вызывает молодого человека с первой парты просит написать эту фразу смотрите глокая куздра штека будла нула бокра и курдячит бакренка студент первокурсник думает что профессор над ним издевается но в процессе на самом деле ребята выяснили что эти корни а эти корни были придуманы профессором на самом деле обрастает русскими суффиксами и имеет определенный смысл более того если нарисовать картинку то куздру вы знаете представляет в виде какого-то дикапраса дикапраса да и соответственно этот дикапрас делает действие над каким-то другим животным и его детенышем поэтому на самом деле эта фраза говорит о том что русский язык необычайно богат средствами словообразования русское словообразование в этом плане конечно разнообразно приведу пару примеров ржица рожь овес овсица психбольница психбольница или сынарник я теперь знаю как называть что у сына в комнате вот такие вот фразы до придуманные на основе какого-то слова да это вот как раз то и показатель того что языковая игра она основывается на средствах связанных с русским словообразованием фразы расставание всегда печаль сократа превращается в расставашки всегда печалька сократик и диминутивная лексика это вообще отдельная тоже мне кажется лекция да лексика которая образуется помощью уменьшительно ласкательных суффиксов но вот возвращаясь к неологизмом и к нашей теме про чизик писиком да хочу сказать что неологизма особенно английского происхождения раздражает многих блестителей чистоты русского языка люди закатывают глаза когда слышат слово inside им кажется что англицизма портит родной язык и его нужно защищать но язык ведь это не застывшие глыбы это динамическая система которая не может существовать в отрыве от общества новые слова лишь отражают изменения в окружающем мире а заимствование помогает нам точнее обозначить его реалии вот такая вот фраза доброго времени суток друзья я вас категорически приветствую приглашаю на мой курс как побороть негодование от определенных словесных конструкций торопитесь записаться по вкусным ценам вот такие вот фразы вкусные цены или может быть как вы относитесь к такой фразе от слова совсем они конечно раздражают многих почему потому что часто используются вот у это кстати фразы до сих пор так четко не выяснили на автор да кто же ее придумал поэтому давайте мы с вами назовем наверное причины использования заимствованной лексики чтобы понимать собственно говоря почему так много этих слов мы ведь с вами их используем каждый день первое термины без которых никуда в повседневной жизни наше время главный источник как новшеств так и заимствование английский язык наплыв англицизмом в русском языке объясняется быстрым развитием интернета технологии согласитесь основным поставщиком заимствованной лексики является как раз интернет-коммуникации англицизмы стали так часто появляться повседневной речи из-за нашего внимания к научно-технической стороне жизни но и они приживаются в языке по-разному чем популярнее предмет или явление тем лучше закрепляется обозначающие его слова например слова логин и файл освоены лучше например чем слова дает вочинг от английского бет вочинг наблюдение за птицами вот смотрите нашла я такой слайд трансэйджер против вундерфатора счет почти равный да говорим по-русски то есть согласитесь есть слова без которых можно жить не можем и слово логин естественно в каждой системе мы используем потому что пользуемся различными интернет-ресурсами а вот слова вундерфатор и трансэйджер так скажем вызывает у нас вопросы да для чего они нужны второе причину использования заимствования мы назовем так принцип языковой экономии если одним иностранным словом можно заменить словосочетание то и фразу в языке закрепится заимствование проще сказать компьютер чем вычислительная машина согласитесь или аутсорсинг вместо громоздкой передачи задачи стороннему исполнителю возможно поэтому название новых вещей концептов раздражает нас меньше всего не будем говорить о совсем очевидных интервью и фен но мало кто настаивает даже на том чтобы ресепшен назывался стойка администрация вот хочу показать вам такой слайд в 2018 году писатель евгений водолазки объявил полушуточный конкурс на лучшую замену слова ресепшен посмотрите какие варианты здесь существуют расселяльник ключевая предномер торт вахты да даже отметочная застолбенция но вот из-за этого всего разнообразия слов большинство голосов набрали рецепция привечальная гостевая согласитесь слово ресепшен очень хорошо коренилась в русском языке и здесь замену адекватной иммунете уже тяжело давайте назовем третью причину заимствования это англицизма она звучит так англицизмы делают объект привлекательнее английские слова и обозначения воспринимаются нами как более престижные нежели русские аналоги преподаватель неувший юлия кувшинская называет это рекламной функцией англицизм и сглаживают реальность и привлекает внимание например слова клинер и и чар до согласитесь что они звучат гораздо более привлекательнее чем слово уборщик ну или уборщицы да и я не знаю сотрудник отдела кадров работник отдела кадров интересно при этом отношении между оригиналом и заимствование татьяна крылова отмечает например такой парадокс вот посмотрите на слово бутик до французского происхождения кстати все заимствование с французского языка нужно произносить с ударением на последний слог поэтому правильно говорить жалюзи они по-другому как мы часто делаем да бутик в русском языке обозначает магазин где продается дорогая изысканная одежда лучших фирм так как в французском языке это слово переводится как лавка видите происходит изменение семантического значения или та же история наблюдается со словом маркет которое на самом деле рынок то или лофт переводится как чердак такое тоже может быть вот пожалуйста до знакомства клинера и и чара четвертая причина заимствование как маркер профессионализма иногда мы используем англицизма чтобы выглядеть более компетентными и профессиональными говорим не звонок азум кол не оценка отчетности а аудит смотрите я продвинутой современная не замшила мухомор так выразила эту позицию татьяна крылова конечно перебор иностранных слов создаст совершенно противоположный образ что неоднократно высмеивалась в социальных сетях и в стендапе ну вот смотрите фраза комон товарищи для тех кто любит демонстрировать свое знание американизмом в аду всегда готов special кэтл вот это вот обилие заимствованной лексики но конечно многих выводит из себя пятой причиной использования заимствования звучит так сленг топлива для заимствования например доктор филологических наук профессор неувше и rggu максим крангауз благосклонно относится к слову хайп он говорит следующим образом видимо действительно его не хватало хотя вроде бы и были аналоги вроде шумиха или движуха но хайп ворвался в русский язык 2015 году и до сих пор ему хорошо в русском языке другое важное слово фэйк кто-то предлагал использовать слово утка кто-то фальшь но тем не менее очевидно что между этими словами есть различия фэйк не только отлично прижилось но и стало ключевым словом я бы сказал мировой культуры и есть вероятность что хайп не задержится надолго потому что такой области требуют новые слова моды меняется что же касается фэйка то он занял очень выгодную позицию идея его существования сегодня очень важно вот видите как часто сленг то есть слова которые используют молодежь является поставщиком заимствование в русский язык вот пожалуйста стоп фейк четвертая причина заимствования звучит следующим образом неравнозначные по смыслу лексема например инсайт неравнозначен озарению для тех кто уделяет внимание популярному саморазвитию инсайт может быть каким-то личным открытием осознанием важно для этого человека но вполне возможно банальным для других людей саморазвитие психологии находится на пике популярности в связи с чем в речи употребляется масса модных слов данной тематической группы я привела фразу который как мне кажется очень хорошо проявляет заимствование в адеквате состояние в котором быть гораздо важнее чем в потоке в моменте и в ресурсе вот это вот конструкция предложено поддержанное в чем да и вот перекликается как раз предыдущей темы если вы смотрели видео про психологическую лексику да потому что много внимания привлекает состояние человека отражает вот эту вот модную модель в адеквате в потоке в моменте в ресурсе то есть есть некие модные языковые тренды да здесь вот слово тренд я использую тоже заимствованного происхождения давайте назовем активные процессы в современном русском языке да мы с вами назвали причина возникновения заимствований я привела вам разные примеры давайте назовем еще и активные процессы их всего четыре первое активное увеличение лексики за счет заимствований сфере интернета и эти технологии здесь я привожу слова travel блогер телеграм-канал второе это смена сферы употребления некоторых заимствований например слово дедлайн третье уход в пассив слов обозначающих неактуальные понятия явлений в современной россии например гласности или госприемка и четвертое это изменение значения некоторых слов например элитной давайте о каждом из этих активных процессов в современном русском языке поговорим вот англицизма в компьютерном жаргоне я вам говорила о том что основным поставщиком до заимствованные лексики является айти технологии все что связано с компьютерами здесь даже можно выделить четыре механизма возникновения заимствованной лексики калькирование полу калькирование фонетическую мимикрию и перевод и здесь на каждую группу приводятся слова до сэлфи девайс это калькирование апгрейдить гуглить полу калькирования батон до батон точнее по русским будем говорить от слова батон кнопка и васик до слова basic универсальный код или просто перевод как дрова драйвер и форточки windows кроме того в смене сферы употребления некоторых заимствований я называла слово дедлайн давайте мы его тоже разберем дедлайн это перешедший из английского слова термин дословно он переводится как мертвая или смертельная линия им раньше обозначали окружающую тюремную территорию черту которую заключенные не имели права пересекать в противном случае охрана получала разрешение открыть по беднягам огонь позже в 1996 году вышла одноименная игра дедлайн современное определение дедлайна тоже связано с ограничениями но уже в плане работы или какой-нибудь другой деятельности это последний срок до которого нужно предоставить конечный результат своего труда да я думаю с дедлайнами вы всякие каждый из вас так или иначе сталкивался да ну вот слово прокрастинации у нас есть да когда вы все откладываем на последний момент поэтому студенты я думаю с этим явлением очень даже знакомы да когда нужно сдавать курсовые и так далее третий уход в пассив слов обозначающих неактуальные понятия примером данного явления может послужить часто употребляемый в период правления михаил горбачёв лексема консенсус который на данный момент почти не используется а если используют стучащие в ироническом ключе кроме того такие слова как гласность госприемка флюорализм также уходят в пассив то есть мы говорим о том что есть слова которые использовались в определенный исторический период развития да ну мы сейчас говорим про россию естественно но потом изменения политические ведут к тому что эти явления выпадают ну и соответственно лексика тоже становится пассивной четвертое изменение некоторых слов вот привожу я алексеем элитный который до 90 годов прошлого века имело значение нечто отобранное с помощью селекции сегодня это слово совершенно в другом значении употребляется да можно услышать элитное вино или элитные окна как мне кажется это замечательный пример того что заимствованная лексика смешивается с русской лексикой да и появляются такие языковые шутки работа не волк работа ворк а волк это гулять волк так гулять вот такие явления наблюдаются хочу вам сказать о том что на самом деле вот эта тема англицизмов о которых сейчас все говорят и до считают что вот английский язык портит русский язык на самом деле имеет большую историю объясню почему не именно сами англицизм вообще процесс заимствования вот посмотрите язык развивается и на разных этапах его развития естественно в нем появляется разное заимствование это нормально по разным подсчетам говорят о том что 80 процентов это лексика исконная русская например а 20 заимствование по-разному так вот если мы вспомним произведение пушкина или толстого то здесь очень много заимствований французского происхождения макентоши боливар например да у пушкина о чем это говорит о том что 18 веке 17 веке были очень популярны заимствование из французского языка поэтому они использовались если мы посмотрим на эпоху петра первого то скажем о том что здесь очень много заимствований из европейских языков в частности из голландского языка давайте вспомним что пётр первый прорубил у нас окно в европу и так как он занимался кораблестроением то было много заимствований из голландского языка и вся эта лексика военная перешла оттуда а на самом деле если уж говорить о заимствованиях то давайте копнем вообще знаете куда в крещение руси 988 год смотрите какая ситуация после крещения руси приходит книги из константинополя написанная на старославянском языке старославянский язык славянский язык но он отличался древнерусского потому что они относились к разным веткам языков русский язык у нас относится к восточнославянским языкам наряду с белорусскими украинскими украинскими языками а старославянский язык относился он всегда был язык церковной до богослужение относится или относился к южнославянскими языкам таким как болгарские македонские так вот когда из византии начинают приходить церковные книги то монахи их начинают переписывать, ну и, соответственно, в массы эти книги расходятся. И вот древний человек, не древний человек, а человек на Руси, говорил и использовал там в своей бытовой речи какой-то свой русский язык, древнерусский, а молился на старославянском языке. Как вы считаете, может ли человек долгое время использовать два разных языка? Конечно, нет. Поэтому мы можем сказать, что в его речи постепенно эти две формы языка, два разных языка перемешались. Поэтому, если уж говорить о заимствованиях, то вот после крещения Руси влияние старославянского языка оказало самое большое влияние на русский язык. Поэтому давайте не будем закатывать глаза, давайте оглянемся назад и посмотрим, что заимствование без них никак, потому что меняется политическое устройство, меняются географические какие-то моменты. Соответственно, приходит новая лексика, которая необходима. Все, что нам не нужно, язык почистит и уберет. И, собственно говоря, ведь в речи закрепляются те слова, которые являются актуальными. Значит, да, они обозначают те явления действительности, которые нам нужны. А вот история с ресепшеном, пример того, что уже заимствование заменить чем-то русским, как-то будет смешно. Или логин тот же, да, ну, чем заменить логин, да, тоже нужно подумать. Поэтому давайте относиться к заимствованиям более лояльно и думать о том, что да, если есть адекватный, так скажем, вариант слова заимствованного, то адекватный вариант русского слова, то, конечно, мы оставляем его. Но если заимствование пришло и очень хорошо влилось в систему русского языка, то оно как раз-таки обрастает различными словообразовательными моделями. И вот если вы вспомните, да, лекция называлась вам «Чизик писиком» или «Посласить». Смотрите, внимание на что. Слова «Чизик писиком» и «Посласить» — это слова, которые образованы русскими моделями, да, русскими суффиксами, уменьшительно-ласкательный суффикс «Чизик писиком», да. Мы говорим о том, что есть такой определенный слот слова, куда мы вставляем английский корень и, соответственно, образуется уже русское слово, да, и «Посласить» — это тоже русский глагол, образованный от английского корня. Поэтому на самом деле система русского языка, адаптируя к своим правилам заимствованные корни, ну и, соответственно, вот возникают такие фразы. Ну, естественно, фраза такая специально была мной приведена, чтобы создать вот этот комический эффект. Но вот в языке все лишнее уходит, а все нужное остается. Поэтому хочу вас пригласить к прослушиванию своего подкаста «Азы языка». Напомню вам, что здесь в разных сезонах я говорю об актуальных вопросах, которые свойственны русскому языку. Вы можете набрать в поисковике словосочетание «Азы языка» или перейти по QR-коду. Хочу сказать, что здесь я говорю и о тех темах, которые представлены в нашем курсе, и о других темах, которые вы можете услышать. Напомню вам, что наш курс «Русский язык с мимозы» состоит из пяти видео. В первом видео мы говорили о языковых средствах привлечения внимания. Во втором видео мы говорили с вами о психологической лексике в современном русском языке. Сегодня мы с вами говорили о заимствованиях в русском языке и назвали с вами причины, почему появляются эти заимствования, назвали с вами определенные процессы в современном русском языке, которые происходят, когда одна лексика уходит в пассив, другая лексика появляется, и это нормально. Если уже никто не носит кольчугу, то, соответственно, это слово мы употреблять не будем, но появляется худи, например, вид такой одежды, который носит молодежь, то почему бы не взять заимствование для его обозначения. В следующих видео мы будем говорить о других процессах в русском языке, поэтому следите за видео. Благодарю вас за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова